С 2015 года на Кубани оказывается бесплатная юридическая помощь социально незащищенным гражданам. Ее оказывает Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Помимо этого учреждение занимается информированием населения по волнующим правовым вопросам, проводит семинары и выездные совещания во всех муниципалитетах края. Всего за период существования бюро помощь смогли получить около 200 тысяч человек. Одно из выездных совещаний состоялось в станице Северской. Специалисты учреждения встретились с представителями поселенческих администраций, социальных служб, чтобы поделиться информацией, которая может быть полезна населению. Представители юридического бюро подробно рассказали о своей деятельности. После окончания встречи каждый желающий смог задать им свои вопросы. К началу курортного сезона торговые объекты и придорожные территории приведут в порядок. Сотрудники Управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы совместно со специалистами администрации Афибского городского поселения объехали торговые точки вдоль федеральной трассы на территории поселка Афибский. Начальник управления Ольга Журавель провела беседы с предпринимателями и рассказала о необходимости благоустройства торговых точек, а также территории, прилегающих к ним. В сезон у нас снова готовимся. Нужно привести порядок, ну, Владимир Владимирович, территорию привести в порядок, покрасить урны, хоть траву покосить там, где убрать, потому что сейчас уже будут приезжать проверки у нас, будет объезд главы, чтобы все было у нас чисто в преддверии курортного сезона. Предпринимателям необходимо демонтировать несанкционированные рекламные конструкции, обновить старые вывески, покосить сорную растительность, покрасить металлические опоры, высадить в клумбы цветы и кустарники. 30 марта по всему миру на один час в некоторых домах погаснет свет и замолчат электроприборы. И причина этому – недолги за электричество. Таким образом, люди, неравнодушные к проблемам экологии, выразят свою беспокойность изменениям климата на нашей планете. Уже 11-й год подряд в последнюю субботу марта проходит международная акция «Часть Земли» по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Впервые мероприятие прошло в городе Сидней, но очень быстро получило поддержку в других странах. Сегодня «Часть Земли» – самая массовая экологическая акция на планете с охватом в 2 миллиарда жителей. Принять в ней участие может каждый желающий. Для этого нужно отключить в Доме свет и все электрические приборы с 20.30 до 21.30 по местному времени. Конечно, акция не решает и проценты накопившихся экологических проблем, но помогает не лишний раз задуматься каждого из нас о хрупкости планеты, на которой мы живем. Уважаемые жители и гости Северского района! Постановлением администрации Северского района с 11 марта по 13 апреля 2019 года объявлен месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений. Если вы любите свой населенный пункт и болеете душой за его развитие и процветание, просим всех жителей принять участие в данном мероприятии и навести надлежащий порядок на прилегающей территории к вашему домовладению. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf 12 ламантинов начинают новую жизнь в заповедных бразильских джунглях. Теперь их домом будут темные воды Амазонки. Все они когда-то стали жертвами незаконной охоты. Ламантинов спасли и выходили в рамках программы по их сохранению, которая работает уже 10 лет. Задача была непростая. «Представьте вынуть животное из маленького бассейна с голубой водой и выпустить его в такую среду, с огромным объёмом тёмной воды, другой температурой. Поэтому важно минимизировать эту разницу при содержании в неволе». Эти 12 животных – самое большое число ламантинов, за раз выпущенных в дикую природу в рамках программы по их сохранению. «Мы привыкли видеть их каждый день. Они такие красивые. Так здорово видеть, как они едят в воде. Мы будем по ним скучать». Ламантины – животные медлительные и не агрессивные, из-за чего становятся для охотников лёгкой добычей. Впрочем, в последние годы, благодаря воспитательной работе среди местного населения, ситуация стала лучше. «Исторически вылов всегда был большой проблемой для ламантинов в этом регионе. Но сегодня местные общины дружат с ламантинами и стараются помочь в их сохранении». Ламантинов выпустили в заповеднике устойчивого развития в 170 километрах от города Манаус. Ламантинов выпустили в заповеднике устойчивого развития ламантинов выпустили в заповеднике устойчивого развития